всем большой привет добро пожаловать на наш канал просто рецепт сегодня я хочу показать вам рецепт божественной закуски на праздничный стол посмотрите какая она яркая красивая и праздничная оставайтесь со мной будем готовить вместе для этого рецепта мне понадобится для теста один красный и один желтый перец 50 грамм свежего шпината можно взять замороженный 100 грамм муки высшего сорта 3 столовые ложки сметаны 6 столовых ложек растительного масла 6 яиц я их разделила на желтки и белки 7 грамм разрыхлителя пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка сахарного песка для начинки 200 грамм творожного сливочного сыра 3 столовые ложки сметаны немножко зелени по желанию и один небольшой плавленый сырок натертый на терке здесь примерно 90 грамм и понадобится 200 грамм любой слабо соленой или копченой красной рыбы у меня сегодня подкопченая кита шпинат я мелко нарезаю теперь подготавливаю перец перец делю пополам вынимаю семечки овощи чистка очищаю от кожуры кожурка нам не нужно нам нужна только мякоть вот так и все то же самое я проделываю желтым перцем теперь каждый цвет перца я очень мелко нарезаю и складываю в отдельную посуду отмеряю по 50 грамм каждого цвета перца далее готовлю основное тесто в миску выливаю желтки добавляю соль и сахарный песок и все это взбиваю до пышной воздушной массы вливаю растительное масло и добавляю сметану и все снова хорошо перемешиваю и делю тесто на три цвета и далее каждое тесто пробиваю блендером чтобы не было комочков перца или шпината чтобы оно было равномерно и гладкое и так далее ясно месил и зубка и жмой и вам приходится разуем ясно рецепт -вузу-ка ясно 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 Вот так это получается. К муке добавляю разрыхлитель. Все перемешиваю венчиком. И делю мучную смесь на 3 равные части. И каждую часть перемешиваю вместе с мукой. В отдельной посуде взбиваю яичные белки. Взбить их необходимо очень хорошо, до жестких крепких пиков. И делю все количество белков на 3 части. И аккуратно вмешиваю лопаткой. Чтобы сохранить всю воздушность теста. Металяй. 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 Так как желтый перец у меня оказался не слишком яркий, я добавила немножко желтого пищевого красителя. Либо можно положить куркуму. Тоже будет очень красиво и вкусно. И далее по очереди полосками выкладываю тесто. Противень я застелила пергаментом. Металяй. 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 И ставлю выпекаться. В хорошо разогретую духовку 180 градусов примерно на 12-15 минут. Смотрите на особенности своей духовки. Само тесто выпекается очень быстро. Края теста я подровняю. Тесто очень гибкое и очень красивое. Пока тесто остывает, я подготовлю начинку. Соединяю все вместе. Натертый сырок, сметану, творожный сыр и мелко нарезанную зелень. И вот такая вкусная намазка. И равномерным слоем распределяю всю намазку по тесту. Укладываю кусочки рыбы. И заворачиваю. Убираю в холодильник. Немножко дам ему настояться, пропитаться. Буквально на 1-2 часа. И вот такая шикарная закуска у меня получилась. Очень она красивая, аппетитная, яркая, ароматная и невероятно нежная. Вкуснейшее, нежнейшее тесто. Оно просто тает во рту. У теста легкий аромат перца. И это дополняет и раскрывает сырную начинку с рыбой. Это очень и очень вкусно. Празднично, торжественно и шикарно смотрится на столе. Обязательно приготовьте такой рулет и пусть ваши гости ахнут от удивления. Насколько он красивый и такой же он вкусный. Готовьте с любовью. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного праздничного настроения. До скорых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok